Итак, сегодня мы с вами поговорим про ссылочное ранжирование. Вы какие уже факторы ранжирования знаете? Я встаю. А еще знаете? Проеденческое учение. Откуда знаешь про поведенческое? Я вписаюсь. Замечательно. Хорошо. Значит, вы знаете про текстовый фактор ранжирования, но тексты — это далеко не все, что используется для ранжирования текстового документа. Поэтому сегодня мы с вами остановимся именно на ссылочном ранжировании. Но прежде всего поговорим, расскажу вам такую историю. Значит, где-то в 98-м году мир был совсем другим. Среди поисковиков был такой популярный поисковик, как я. Вот так он выглядел в 98-м году. Что здесь интересно? Интересно здесь то, что сама поисковая строка занимала, в общем-то, какое-то центральное место, но была окружена кучей ссылок. Вообще говоря, сам поиск представлял из себя не столько вот поиск, и ценность его была не столько в том, что там осуществлялся поиск по сайту, по интернету, столько в том, что там были всякие новости, какие-то страницы, каталоги, всякая разная, реклама. При этом сам по себе поиск был не сильно высокого качества. Считалось, что если пользователь что-то не нашел, значит, он неправильно набрал запрос, собственно. Типа, набирай запрос более точно, тогда ты найдешь, что хочешь. Вот. И, собственно, в это время появился Google. Он убрал все лишнее, оставил одну поисковую строку и сказал, что типа, у нас самый лучший поиск, мы ищем лучше всех. Почему так получилось? Как они смогли сделать качество поиска лучше всех? Такое самое крутое. Как вы думаете? Знаете? Пейджер. Как Google? Да, совершенно верно. Сделали это благодаря такому алгоритму, как пейджер. Этот алгоритм мы запатентовали, запатентовал его Ларри Пейдж. Название у него такое, с одной стороны, потому что у него фамилия, собственно, пейдж, и это некоторый ранг пейджа. С другой стороны, он отражает то, что в нем, собственно, содержится. Это некоторый ранг страницы, ранг документа. Вот, собственно, знаете, да, кто это? Вроде должны все знают. Основатели Google. Замечательно. Вот, собственно, поэтому пейджеранг – это один из самых известных алгоритмов слышного ранжирования. Сегодня мы с вами его тоже рассмотрим, но пока, собственно, вернемся к истокам. Вот у нас есть запрос ВКонтакте. Ну, точнее, есть документ в ЭККОМ. И этот документ, на самом деле, должен находиться по множеству разных запросов. Вот там, ВКонтакте, я тут привел просто самое какое-то произвольное множество запросов, по которым этот документ на первом месте находится. Естественно, что вот этого множества запросов, таких текстов, в самом документе нет. В самой странице ВККОМ. Но при этом вы мало того, что должны находить этот документ, вы должны каким-то образом еще ранжировать его на первом месте, как правило, по этим запросам. Вот возникает вопрос, если у вас есть только, собственно, тексты и факты ранжирования, каким образом вы можете этого достичь? Как можно вот это ранжировать? Вот вообще, вот вы строите поисковик, вы должны каким-то образом вот этот документ показывать на первом месте, по соответствующим запросам. Как это можно достичь? Что можно использовать? Смотрите, если вот они как-то угрозу будут, а потом они в ВКонтакте идут, значит, они в ВКонтакте будут. Хорошо, смотреть это, использовать поведение уже пользователя, это замечательно, но если вы там покажете ВКонтакте, вы уже можете посмотреть, что они туда идут, а если вы там не покажете ВКонтакте, человек туда не пойдет, сможет пойти. Ну а как, какие еще? Вот нет у вас текстов, но вы почему-то должны там показать. Печатки тут есть, конечно, там, но не все прям там, как печатки можно использовать. Если так, в принципе, подумать, какие еще данные у нас есть, вот у нас есть документы, у которых есть тело, но в ВЭБе документ — это не только текст сам по себе, да. Вот где-нибудь в библиотеке книжки, да, это вот просто текст, я могу говорить, вот есть книжки, в нем есть текст. Вот ВЭБ принципиально отличается от просто вот такого, скопления наборов контента, каких-то текстов, тем, что там есть ссылки, да, то, что довольно сильно отличает. В принципе, в литературе тоже есть некоторые ссылки, там, да, источники, там, которых там в конце пишут, но они все-таки не такие там явные, по ним так легко не пройдешь. В ВЭБе как раз есть гиперссылки, по которым можно довольно легко перемещаться с одной страницы на другую. Это довольно принципиальная вещь, и вот эту информацию о том, что в документе есть ссылка, а еще у ссылки есть текст, ее можно каким-то образом использовать. И, собственно, сегодня мы попробуем знать, каким образом это можно использовать. Да. Но когда мы используем ссылки, сразу вникает, когда вообще мы задумываемся, что такое ссылка и как ее использовать, сразу вникает много вопросов. Собственно, насколько ссылка авторитетна? Есть ссылка на каком-то сайте? Там есть много разных ссылок. Какие-то могут быть более важные, какие-то менее важные. Вообще, насколько эти ссылки могут быть полезны для нашего ранжирования? Есть ли на документе много ссылок? Это хорошо или плохо? Или на документ ссылается много? Это хорошо или плохо? Вот, например, вопрос. Если на вашем сайте, на вашем или на каком-то сайте, есть документы, есть ссылка на сайт Церна, поставили ссылку, например, официальный текст, официальный, сайт Церна, такой-то. Означает ли, что ваш вот этот документ про ядерную физику? Скорее всего, но вообще, он ничего не означает. Можете там поставить просто этот, как бы, вы можете там специально поставить ссылку, чтобы все думали, что ваш там сайт про эту тематику, да? Вы можете поставить кучу ссылок на разные популярные источники, чтобы там пытаться обмануть на Википедию, ну что-то еще. И в общем случае, эта ссылка не означает, что ваша страница про эту тематику. на которую ведет ссылка. Тем более, что есть много каталогов, в принципе, которые содержат там кучу ссылок на всякие разные сайты. И в общем-то, сама по себе ссылка не означает, что тематика того документа, на который он ведет, такая же, как тематика такого документа, с которого он ведет. Окей. И сами по себе ссылки между документами можно рассматривать как некоторые ребра в графе, где вершины это, собственно, документы, а ссылки это ребра. Да, и получается, вот некоторый такой граф. Здесь он гораздо больше, чем я здесь нарисовал. Но раз мы рассматриваем его в виде графа, значит, мы можем применить все, что мы знаем про граф. А про графы в математике, в общем-то, известно довольно много, много разных логолитмов. И, соответственно, как только мы представляем ссылки, собственно, наш веб в виде графа ссылок, у нас уже много задач решено, фактически. еще одна вещь, которую можно использовать из ссылок, кроме того, что они связывают какие-то два документа, это, собственно, текст. Вот, когда вы видите ссылку, обычно есть некоторый текст, да, собственно, который вот подчеркнутый, вот этот текст. Это называется анкорный текст, и его тоже можно как-то использовать. Мы с вами в большей степени будем говорить про то, как использовать именно граф ссылок, но немножко поговорим про то, как использовать текст. Смотрите, есть документ. На этом самом документе есть много разных ссылок. Видите, синий тут обозначенный, да, то есть мы можем переходить. Кроме этого, на этот документ ссылается много ссылок с каким-то текстом. Весь этот текст можно заиндексировать. И таким образом, даже если в теле документа нету данного текста, мы можем его находить. Собственно, берем пример такой. Классический пример, когда у нас в теле документа не содержится этого контента, но мы почему-то его находим. Вот как это делается? Это означает, что где-то в какой-то ссылке на каком-то документе был текст, ну, ссылка на этот документ был текст с этим текстом. Понятно, да? Там, кстати, если сейчас посмотреть, там вроде есть уже этот текст, там уже добавили. Вот раньше, когда, собственно, делалось, что-то там этого не было. Год назад, насколько. Соответственно, причем, это довольно такая известная вещь. Была какая-то история с Яндексом, что, по-моему, там, про увольнение Якунина или кого-то там написали новость, потом оказалось что-то фейк, а Яндекс все равно не выдавал по этому запросу, хотя в теле там уже ничего этого не было. вот, и Яндекс специально там, в прошломе выпускал, что, типа, ребята, мы ищем не только по тексту документ, а еще по тем ссылкам, на которые он ссылается, раз в ссылках это встречалось, вот теперь этот документ значит показывается. То есть, это, в общем-то, популярная тема, делают это многие. Ссылки, их текст позволяют довольно сильно расширить текст самого документа, но при этом надо понимать, что этот текст может быть довольно грязный. Если посмотреть реально, вот прямо из нашей базы, какие тексты есть у этого документа, вот у нас там оказывается, что вот есть всякие разные, вот как раз есть, которые искали, есть вот такие вот тексты, есть вообще матчасть, которые к этому вообще мало отношения имеет, но вот, собственно, это тексты, которые использовали в ссылках, ставящихся на тот документ. Понятно, да? Ну, собственно, дальше, после того, как мы имеем текст этих ссылок, дальше мы применяем фактически те текстовые факторы, которые вы и так уже должны знать. про которые вам уже рассказывали, потому что этот фактор, в общем-то, идет как текст. Ну, почти как текст. Правда, на самом деле, не единое тело документа, а множество коротких текстов, поэтому фичи некоторые могут быть немножко модифицированы, но в целом тоже по ним можно считать BN25, там можно считать все эти TF и DF, вернемся. А теперь вернемся собственно непосредственно к ссылочному графу. Что мы полезного можем узнать из ссылочного графа? Вообще, что это за граф? Сколько в нем вершин? Как вы думаете, сколько вершин в ссылочном графе? Это правда. Это точно. Две есть. Ну, сколько вообще? Вершины это что? За страниц. За страниц. Сколько всего страниц у нас? С каким графом вообще работаем? 10, 100, тысяча, там, миллион, миллиард, триллион. Ну, вот, поиск делаем по интернету. А вообще, если все эти совсем складываются? Не то, что связать. Вот у нас есть какие-то вершины. Сколько их вообще в интернете? Вершины. Ну, сколько страниц. Сколько страниц в интернете? А вообще, отсчетное число страниц в интернете? Вообще, можно ставить даже сайт с бесконечным счетом страниц. Ну, например, сайт, который просто выводит там, не знаю, какой-нибудь календарь, короче, вот он принимает в эти самые параметрах, собственно, дату, как бы там, не знаю, выводит ее, отрисовывает ее. Вот вы какую дату не задайте, он вам ее отрисует. Вот их там бесконечно можно нагенерировать. И как мы, вот даже в одном сайте у нас может быть бесконечное число страниц, а как мы вообще во всем интернете их почитаем? Как это делать, поиск, если у нас бесконечный интернет? Что-то у вас так в тупик. Да, совершенно верно. А в индекс вы должны положить не бесконечное число. У вас индекс конечный, вот он сколько-то. Да, это уже ближе. То есть, несмотря на то, что в интернете теоретически может быть бесконечное число страниц, естественно, интересны те страницы, которые, ну, как минимум, как-то посещаются, известны, существуют, да. То есть, генерить специально какие-то вот урлы и параметры просто к производственному сайту смысла нет. Нам нужно взять уже, собственно, те адреса, которые уже как-то появляются, где-то были. В частности, на них были ссылки какие-то. Классический обход интернета, вы скачиваете сайт, берете с него все ссылки, скачиваете контент все ссылок, опять его парсите, берете все ссылки и пошли так вот волнообразно по всему интернету уходить. Соответственно, если вы не дошли до какого-то сайта, до какой-то страницы, значит, у нее как бы не было ссылки никогда, ниоткуда. Понятная логика, да? И вот таких вот на самом деле страниц, по которым пользователи в принципе ходят, их как раз счетное число. То есть, пользователи не могут ходить по бесконечному числу страниц. Ну а дальше уже из вот этого счетного числа страниц, их тоже вообще говоря много, мы должны как-то выбрать вот то множество, которое мы хотим положить в индекс. Ну, допустим, мы хотим положить в индекс там где-то вот 5-10 миллиардов документов, да? Если мы хотим их иметь в индексе, значит, мы хотим что-то знать из графа ссылок про эти документы. То есть, будем считать, что в нашем графе ну, как минимум там 10 миллиардов вершин. Количество сайтов в интернете поменьше, ну, опять же, как брать интернет, там, Рунет, в Рунете плюс популярно из этого порядка 100 миллионов сайтов разных. Вообще их в мире, конечно, больше. На порядок нужно несколько порядков больше. Окей. Сколько теперь у нас рёбер? Вот у нас миллиард, там, 10 миллиардов, да, 10 миллиардов вершин. Сколько у нас рёбер? Как вы думаете? Рёбра — это ссылки, напоминаю. Ну, может быть, на порядок больше, на два порядка. На порядок больше. В среднем на порядок больше. В 10 раз обычно больше, чем в вершин. В среднем 10 раз. При этом, как правило, основная часть ссылок — это ссылки внутри одного сайта. Внутренние ссылки. Вот, окей. Теперь, собственно, возникает вопрос. Вот у нас есть такой здоровый граф. Куча вершин, куча ссылок между ними. Как нам понять вообще, насколько каждая ссылка определяет или влияет на авторитетность страницы? Вот как это понять? Например, опять же, простое предположение. Вот, чем больше ссылок в рёбер идёт с какой-то вершины, тем круче эта вершина. Можем сделать такое предположение? Почему? Ну, это можно специально разместить кучу ссылок, или там ресурс информационный информативный ну, в общем-то, да. Такая слабенькая гипотеза. Хорошо, другая гипотеза. Чем больше ссылок идёт на страницу, тем лучше. Ну, это правда. Это правда, да? Всем кажется, что это правда? Ну, а почему вы не можете... ...пейджеранг так действительно было. Ну, сейчас, да. Мне кажется, сделали по аналогии с научными статьями. Чем больше ссылок на статью, тем статья круче. Нет. Вы неправильно понимаете, пейджеранг сегодня я вам о нём расскажу. Значит, второе утверждение такое же неправильно, как первое, на самом деле. Ровно потому, что вы точно так же, как можете сделать кучу ссылок с страницы, вы также можете сделать кучу ссылок на свою страницу. Ну, внешне. вообще говоря, а что мешают, ну, сделайте внешне так же ссылки. Ну, это будет стоить денег, мы не будем. Почему? Сделайте сами. Ну, как бы говорите, о том, еще что-то точно не знаете. Естественно, в пейджеранге, так как он работает на ссылочном графе, как-то вот количество ссылок, естественно, играет свою роль. Но принципиально там же другое. Не количество ссылок, ни в коем случае. Еще раз, вот вы можете сделать там тысячу ссылок на свою страницу. Продаете какой-нибудь там, не знаю, что-нибудь, магазин какой-то свой сделали, продаете в магазине, что-то. Хотите, что его раскрутите, айфоны там, бушные какие-нибудь продаете. Делаете кучу там, не знаю, сайтов, страниц и ставите ссылки на ваш документ. Ожидайте, что, отличный, у меня теперь тысяча ссылок, значит, теперь у меня сайт будет крутой. Ну, ожидайте уже так, как бы то вы, да? Вот. Это уже интереснее, да. Здесь важный момент, что вы не можете просто произвольную ссылку сделать и ожидать, что вот теперь у вас количество вам принесет какую-то пользу. Важно, что если у вас есть тысяча ссылок с каких-то ваших непонятных левых сайтов, это может быть хуже, чем если бы у вас была одна ссылка, например, там, не знаю, с Википедией, ну, например. То есть, какого-то там известного ресурса. ну, грубо говоря, да. То есть, вот уже возникает разница, у вас не просто такие безликие ссылки, которые как-то стоят, их можно просто посчитать. Уже есть такое некое понимание, что важно, откуда эта ссылка идет, да. Но с другой стороны, а как понять то, откуда она идет, это вообще хорошее ресурс или не хорошее. Ну, собственно, дальше мы об этом поговорим. А пока мы считаем, что вот эти гипотезы, которые мы ввели, они, в общем-то, неправильны, в общем случае. Да. То есть, можно понаделать кучу таких вот ссылок со страницы, на страницу, считать их общее количество. В общем случае, не сильно нам будут говорить о качестве нашего сайта. Окей. Давайте теперь попробуем ввести такие гипотезы и сделаем такой простой альтернативный алгоритм. Пускай у нас, собственно, все сайты делятся на плохие, хорошие, ну и, естественно, будет множество неизвестных сайтов. То есть, мы размечаем какие-то, какое-то небольшое множество сайтов, размечили там хорошие сайты, которые нам нравятся, вот почему-то прям они хорошие, посчитали мы их хорошими. И взяли какой-то там набор, не знаю, спам сайтов, посчитали, что вот эти сайты плохие, нам не нравятся эти сайты. Естественно, у нас там остается целая куча сайтов, которые мы еще не разметили, и нам, собственно, нужно их разметить. Да, задача потом понять, теперь эти сайты плохие или хорошие. И ведем совершенно логичные такие условия. Если ты ссылаешься на плохой сайт, значит, ты самый плохой сайт. Да? Логично, там, я знаю, есть у вас ссылка на порно-сайт какой-то, значит, вы плохой. Логично? Если какой-то хороший сайт ссылается на вас, значит, вы хороший. Опять же, там, с Википедией есть на вас ссылка, ну, кажется, что, о, круто, там, да, с какого-то популярного ресурса есть на вас ссылка, значит, вы хороший сайт. Совершенно логичные такие гипотезы. Вот у нас есть такой небольшой граф, мы его разметили каким-то образом и пытаемся теперь по таким правилам закрасить его. Да? Вот это вершина каким цветом будет? А это? А это? Ну да, как это вот так, не уверенно. Все правильно. А это вершина каким будет? Замечательно. Все раскрасили, все работает, оставляем этот логарифм. Да? Что, собственно, что может быть не так? на сайт могут ссылаться хорошие сайты, хорошие сайты могут ссылаться на сайт. Да, совершенно верно. Добавляем сюда одну, там, одно ребро, там, с зеленого на красное. У нас получается, что зеленый, вроде бы, хороший сайт, который должен быть хорошим сайтом, потому что на него ссылается хороший сайт. Сам по себе ссылается на плохой сайт. И наши, получается, вот это вот гипотезы, наши вот эти правила, они приходят в противоречие. Ты одновременно должен быть и плохим, и хорошим. Так? То есть получается, что вот этот вот такой черно-белый мир, в данном случае красно-зеленый, он не работает. То есть мы не можем сказать, что этот сайт прям 100% только хороший, а этот сайт там прям 100% только плохой. Нам нужна какая-то система вот вероятности, там, этот сайт там на 80% хороший, там, этот там на 20% хороший, вот что-то такое вероятность. Тогда мы как бы разрешим-то вот этот конфликт, когда у нас один сайт может быть вроде как одновременно и плохим, и хорошим. Правильно? Хорошо, значит, такой простой логарифм не работает, переходим к более продвинутому логарифму. Логарифм называется Hyperlink Introduce Topic Search. В чем заключается его идея? Вы, кстати, если это самое не поймете, вы переспрашиваете, потому что домашки вы будете его реализовывать, в частности. Поэтому сразу вы лучше вникайте. Значит, смотрите, этот логарифм используется часто для того, чтобы определить множество страниц с какой-то определенной тематикой. Вот там из всего интернета, в принципе, вы выделяете некоторые множества страниц, ну, любую тематику возьмете, да, и хотите определить, какие страницы принадлежат этой тематике. В этом логарифме принципиально выделяется два вида страниц, два типа страниц. Первый — это, собственно, авторитеты, второй — это хаб. В чем между ними разница? Авторитеты — это просто страницы, которые содержат некоторый контент. Вот страницы с контентом, грубо говоря, да, которые там можно как-то читать, в нем что-то полезное содержится. Но есть еще страницы, которые, грубо говоря, такого полезного контента не содержат, но они содержат много ссылок. Это обычные там каталоги какие-то. Вот хабы — это каталоги, фактически. Это те страницы, которые содержат ссылки на авторитеты. Понятно, да, схема? Есть хабы, в них есть ссылки на авторитеты. Есть куча авторитетов, на них есть ссылки с хабов. И есть, собственно, два правила, две гипотезы. Что хороший хаб, качественный такой хаб, ссылается на хороших авторитетов. И с другой стороны, хорошие авторитеты имеют ссылки, много ссылок с хороших хабов. Такая замкнутая система получается. Представьте себе, в реальном мире это некоторый каталог, обычно тематический каталог. Каталог сайтов по фильмам, например. Если у вас какой-то хороший качественный каталог, который еще как-нибудь модерируется, плохие сайты туда не берутся, то если вы туда попадаете, ваш сайт туда попадает, то получается, что ваше качество сайта гарантируется тем, что он находится в хорошем каталоге. Получается, у него авторитет выше становится. Понятно, да? С другой стороны, в принципе, если у вас даже хабы не сильно авторитетные, но ваш сайт находится во многих каталогах, грубо говоря, не сильно авторитетных, то в сумме вы тоже имеете некоторый авторитет, потому что у вас много ссылок. Вот так скажем. То есть система именно такая. Есть хабы, есть авторитеты. Между ними есть ссылки. Главный вопрос здесь, как определить, кто из страниц является хабом, кто авторитетом, а главное, с какой вероятностью, фактически с каким весом. Какой вес авторитетности, какой вес, как его сказать, хабности или каталожности, скажем так. Как работает этот логаритм? Для начала мы выделяем некоторые базовые множества. Базовое множество тех сайтов, которые мы хотим рассматривать. Его, в принципе, можем взять откуда угодно. Можем взять, например, опять же, работаем с фильмовыми сайтами. Мы берем фильмовые запросы, берем те сайты, которые поднимаются по фильмовым запросам, просто в поисковике, там, топ-10, например. И считаем, что вот это будет некоторое базовое множество тех сайтов, которые нас интересуют. Дальше еще берем, расширяем немножко это множество, берем те сайты и страницы, которые ссылаются, или мы ссылаемся на них. У нас получается такое немножко расширенное множество. Собственно, вот это множество страниц, с которыми мы будем работать. Изначально с базового множества тематического мы его расширили, просто в ссылочном графе взяли все сайты, которые ссылаются на него. И теперь, собственно, начинаем работать с вот таким подграфом, в общем случае. Для нас это будет, собственно, законченный граф. Как мы с ним работаем? Алгоритм атеративный. Вначале мы вычислять будем две функции. Вот это H, P и AP. Но P это, собственно, некоторая вершина. А H это, насколько эта вершина каталожная, а A это, насколько она авторитетная. То есть, насколько она авторитетный контент содержит. Вот две этих чиселки мы будем вычислять для каждой вершины, для каждого документа. Вычисляются они очень просто. Алгоритм атеративный. Да, вначале у нас все единички. На каждую трассу мы делаем следующее. Для того, чтобы обновить вот это вот число H, мы должны посмотреть, вот H от X, мы смотрим на эту вершину Х. И смотрим, на кого он ссылается. Вот у нас здесь ссылается на три вершины. Эти вершины, у них есть некоторая авторитетность. Вот это число авторитета А. Мы берем и складываем все вот эти А от тех вершин, на которые мы ссылаемся. Таким образом, если у нас здесь есть крутые авторитетные страницы, они нам увеличат значение вот этого H. Если они все такие слабенькие, у них маленькая А, то и тогда у нас вот этот H тоже будет небольшой. Понятно логика? Это как раз чтобы у нас получалось так, что чем больше H, тем круче те страницы, на которые мы сломимся. Да, чем вот они круче, тем у нас больше H. Точно понятно? Так задумывались? И обратно. Как нам теперь посчитать А? Авторитетность. Мы берем, то есть авторитетность у страницы Х, мы берем все страницы, которые ссылаются на нашу страницу Х, и берем их значение каталожности, это значение H у всех, и складываем. Соответственно, чем круче те каталоги, которые на нас ссылаются, тем больше у нас авторитетности получается. И так делаем много итераций. Как-то с недоверием так относится. Я просто думал, а почему этот алгоритм будет сходить с каким-то определенным значением? Разве вот эти вот числа, они будут возрастать? Будут возрастать, да. Они сходиться к значениям не будут, будет сохраняться скорее отношение. Там можно нормализация, если вы не что-то говорите. Да, можно проводить нормализацию. Но если вот по-тупому так, без нормализации, то у вас, соответственно, они улетят куда-то вверх. Если проводить нормализацию, как здесь, например, то у вас они к какому-то значению сойдутся. Вот просто реальный пример того, как вот на этом графике, который я вам нарисовал, какие у нас получаются результаты. Здесь, соответственно, вершины есть, это на 12, и их значение авторитетности и каталожности. Смотрите, здесь есть вершины, которые явно являются авторитетами. Вот это вершина 2,4. Да, у него явно авторитетность гораздо больше, чем каталожность. Где у нас вершины 2,4? Смотрите, вот вершина 2, например. Она оказалась хорошим авторитетом, то есть на нее как будто бы ссылаются крутые каталоги. Смотрим, что на нее ссылается. На нее ссылаются V6, V1 и V10. Да? Оказывается, этого 1, 6 и 10. Видите, вот 1, 6 и 10. У них довольно высокое значение каталожности. То есть как раз у нас получается, хорошие каталоги ссылаются на крутой авторитет. Шестой, и так, шестерка у нас, вот здесь шестерка, да? На нее ссылается только V7, а V7 это полностью хаб некто. А, авторитет, да? Так, ладно. А почему у нас авторитеты имеют высокую каталожность страницы 1 и 6? Сейчас, какая у нас каталоги? Да, первая и шестая каталоги у нас, да? Собственно, первый каталог, потому что он ссылается на хороший авторитет, на двойку. На кого он еще ссылается? На четверку он ссылается, а вот получается он ссылается на двойку, на четверку. Они все хорошие авторитеты. У меня получается хорошая каталожность. А? Я думаю, это достаточно. А вот где их хорошества учитывались? То есть мы изначально просто сказали, что они все хорошие. Мы просто считаем... Ну вот смотри, в этом интерес, что изначально ты всем дал единичку, фактически, а потом вот эта единичка там разъехалась по-разному. Разъезжается она по-разному не просто так, а из-за соответствующей структуры графа. То есть из-за соответствующих ссылок. Вот эти вот столбики у тебя изначально были ровные. А потом у каких-то они выросли, у каких-то там уменьшились. Фактически. Соответственно, возникает так ровно потому, что у тебя такая структура. У тебя по входящим ссылкам уезжает авторитетность из хабов, а по входящим ссылкам, соответственно, наоборот, уезжает вот эта каталожность. Но ты, если честно, возьмешь и начнешь считать, что, типа, сколько у нас, насколько у нас должна измениться авторитетность вот у вершины V2. Сложив все вот эти единички из тех вершин, которые в него ссылаются, получишь некоторые значения. Дальше посчитаешь ее каталожность. Посмотришь, на что она ссылается. Она вот на одну вершину ссылается. Сложив всю авторитетность. У тебя уже получится, здесь ссылается она на одну страницу, значит, у нее авторитетность всего каталожность всего единичка, да, слайз на одного авторитета. И сколько тут входит? Три в ходе, значит, у тебя уже прибавится в h, в авторитетность у тебя прибавится три. Вот уже после первой атерации у нее окажется значение 3,1. Она уже после первой атерации вырвется, ну, и станет больше авторитетом, чем каталог. Тоже станет третьим, да? На следующей атерации мы, соответственно, те, которые на нее ссылаются, так как они ссылаются на хорошего авторитета, у него тройка уже, да, то у них, соответственно, вырастет значение каталожности. Понятно? Нет, а мы интервируемся как? Просто по номерам, по ссылке? Нет, мы вот это вот все мы должны вычислить для каждой вершины. Да, конечно, просто берешь все вершины, сколько у тебя есть, n вершин, ты, соответственно, да, ты, соответственно, вот это вычисляешь. Принципиально важно, чтобы вы, опять же, не путались, что это вычисляется, используя старые значения. Вы не можете вычислить новые, потом уже, соответственно, то есть сначала вычислить, вот здесь вычислить h, а вот здесь это новое h использовать для того, чтобы вычислить a. Здесь надо использовать старые значения h. Вот окей. Хорошо. Вот это значит такой логаритм относительно довольно простой на самом деле на графе. А теперь перейдем к пейджерангу. Что такое пейджеранг? Я так понимаю, многие уже слышали, да? Многие что-то о нем представляют. Значит, для того, чтобы почитать пейджеранг, делаю такую модель случайного блуждателя. Представьте у вас, что у вас есть интернет, представленный в виде вашего ссылочного графа. Вы можете ходить по ссылкам. У вас есть человек, такой случайный блуждатель, который произвольным образом заходит на любую страницу в интернете. Ну, прям любую. Там 10 миллиардов, он на любую страницу попадает. И начинает ходить по ссылкам. Вот есть ссылка, там какая-то на странице, он по ней идет. Если есть несколько ссылок на странице, он по ним идет с равной вероятностью. То есть есть три ссылки на странице. Значит, с вероятностью там 1 треть он пойдет по каждой ссылке. Да, вот. То есть просто рандомно выбирают любую ссылку и по ней идет. дальше окажется на новой странице там опять и ссылки по ним идет дальше так вот возникает вопрос вот у нас есть ссылочный граф есть страницы с многими ссылками и страница с маленькими мы с мамочном соль и блуждает такой вот человечек по этому графу вопрос какой вероятностью вот этот человек окажется на вашей странице почему с нулевой потому что перемножаются но почему-то вероятность условно давай пусть она будет маленькой но причем на одних сайтах она кажется с большей в dragon других сайтов окажется с меньше вероятность до поставьте что есть вот одна страница некоторая на которую есть ссылки со всех вообще сайтов со всех страниц тогда получается какой-то вероятностью постоянно будет туда попадать будут просто не попадать значит он на этой странице окажется там с очень большой рядовостью угру горя в этой страницы будут очень высокий педжрам почему это не равно количеству входящих ссылок здесь вы сейчас можете не ответить помните мы говорили что просто количество входящих ссылок не говорит о том что этот документ хороший вот вы сделали тысячи ссылок на этот некий свой сайт на свой документ и это не равно тому что педж ранку него хорошие совершенно верно потому что вот на те первые вершины из которых идет ссылка в них сам этот человек с маленькой вероятностью попадет ну скорее всего если конечно не раскрутили их а если скрутили вы молодцы значит у вас реально хороший ресурс соответственно здесь как раз это учитывается есть человек не попал на те сайты с которых есть ссылки на ваш сайт значит и вашему сайту ничего хорошего от этих ссылок не будет а если человек есть у вас есть ссылка с какого-то крутого сайта крутой смысле что человек на него часто попадает по ссылкам значит соответственно и ваш сайт тоже будет крутым на него перенесется вот эта вот авторитетность вот эта пейдж рамка идея понятно окей теперь рассмотрим собственно простой пример простой граф вот у нас есть такой граф всего три вершины и между ними ссылки то есть это документы между ними есть некоторые ссылки окей вначале у нас пользователи попадают на каждую вершину с одинаковой вероятностью так с какой вероятностью замечательно одна треть дальше он соответственно с каждой вершины может с одинаковой вероятностью посылка пойти поэтому представляем соответственно вот эту вероятность по каждой на каждом ребре да с первого там сюда или сюда 0 5 только старую вот единица потому что больше мыть и некуда только на третью теперь мы можем посчитать вероятность того что пользователь окажется на данной конкретной вершине считается это очень просто да с какой вероятностью пользователя окажется на вершине p1 ну на вершине 1 мы должны всего на всего взять вероятность взять ссылки по которому можно ее попасть это вот это вот единственное ребро да с третьей вершины умножить на ряд стал что он был собственно в третьей вершине правильно просто тярвер вероятность того что человек в этой вершине оказался поскольку он пришел один раз прибру это вероятность то что она на этой вершине умноженное на вероятность того что он пошел поэтому и был то есть на 33 на 05 да с p2 чуть сложнее потому что на него две входящих а каким образом по какой ссылке где со второй на первую здесь ссылка да еще раз стрелочки это ссылки направление это значит что у вас на этой странице ссылка на эту страницу человек может попасть и на страницу обратно он по ссылке тут не попадает нет такой ссылки поэтому на первую страницу есть ссылка только с 3 вот в данном графе да поэтому с какой вероятностью он окажется вот после перехода на первой странице считается легко до вероятность того что мы были собственно 3 вершине это 033 мы определили самом начале равномерно попадает на прозвольную страницу и вероятность того что он пойдет перейдет по этой ссылке ссылки все две на вторую и на первую поэтому нажимать 030 на 05 для вершины p2 на нее можно прийти по двум ссылкам да поэтому собственно мы берем эти 033 нажимаем 5 прибавляем вот эти 033 можно 05 собственно получается опять 030 ну для p3 тоже все просто мы можем попасть по дом ссылкам с первой с второй здесь с вероятностью 05 перейдем по ребру здесь с вероятностью единицы поэтому получается вот 0 495 понятно это мы сделали один переход просто один приход человек пришел уже вероятности поменялись смотрите 16 33 05 вот уже даже в одном переходе мы видим что у нас вот это вот равномерная вероятность которая была вначале из-за соответствующей структуры графа она уже поменялась хорошо идем дальше делаем второй переход как посчитать второй переход второй переход считается похожим образом у нас только меняется при начальной вероятности p1 мы берем вероятность вершины tp3 она была самая высокая да вот здесь вот получалось 0 5 почти умножаем на 5 получается на 24 ну и так далее все то же самое берем только берем уже актуальные значения вероятность того что мы находимся на данных вершинах получаем соответствующие значения значение еще немножко поменялись если вы заметили здесь было 0 16 да там 30 0 5 вот это возросло это осталось таким же это уменьшилось если мы сделаем много итераций вот эти значения вероятность того что мы находимся на каждой вершине начали мы начинали с 0 33 вот это собственно после первого прохода там после второго прохода и так далее можно заметить что значение вероятности оказаться в каждой вершине у нас начинает сходиться какому-то числу даже уже после 10 итераций мы видим было 33 потом она болтала значит довольно сильно а потом все так плавно сходится где-то к 0 22 для второй вершины вообще все просто для нее значение не меняется граф такой что значение везде одинаково соответственно она как бы и сходится сразу для 3 тоже вероятность такая что она постепенно сходится вич 0 5 фактически 0 4 и постепенно сходится к 0 44 там обратите внимание что в сумме они постоянно равны единицы эти вероятности это логично человек никуда не выпрыгнет с этих трех вершин так хорошо вот хорошо теперь попробуем представить вот эту вероятность и которую мы перемножали более удобном виде более удобный вид это виде произведения матрицы вектор видите вот то что мы вычисляли вот здесь вероятность оказывается на вершине 1 это на самом деле вероятность того что мы перейдем с вершины 1 на нее уже это 0 нет такой ссылки вероятность то что мы перейдем с вершины 2 на нее опять же вероятность 0 да и вот вероятность то что мы придем с вершиной 305 это вот я так расписала то что можно посчитать фактически и то есть перемножение вот такой матрице на вот такой вектор этот вектор он за что отвечает вот этот вектор что это вектор да это собственно вектора тех вероятности как раз Three сط awarded Вектор, так как вероятность мы считаем из-за поджиранков, фактически вектор поджиранков. Вектор вероятности нахождения там. А вот этот, что за вектор, что за матрица точнее? Точно. Это матрица переходов. Здесь есть соответствие, с какой вероятностью мы перейдем с вершины 3 на вершину 1. 0,5. Первая строка, третий столбец. 0,5. И так далее. Так любую вычисляем. С какой вероятностью мы перейдем на вершину 3 с вершины 2. Единица. Вот так просто матрица переходов устроена. Замечательно. Получается, что мы, когда делаем какой-то переход в этом графе, мы на самом деле вычисляем вот такую вещь. Мы предыдущий вектор вероятности умножаем на некоторую матрицу переходов, в данном случае транспланированную, и получаем новый вектор вероятности. Правильно? То есть никакой магии. Видите, просто при вас все сделали, разложили в виде матрицы вектора, получили, что у нас такой итеративный алгоритм получается. Каждая следующая терраса, как плюс 1, это умножение предыдущей на некоторую матрицу. Хорошо. В этом смысле введем определение педжеранга следующим. Педжеранг — это будет некоторый предел вот этого вот вектора вероятности, если мы устремим как бесконечность. Понятно? Такое некоторое определение формально-математическое. Что такое педжеранг? Будь здорово. То есть еще раз, педжеранг — это вероятность, с которой человек будет находиться на данной странице, если число его переходов устремить к бесконечности. Вот он там бесконечно походил, и вы как бы смотрите, а с какой вероятностью он оказался на моей странице? Если вы обратите внимание, то вот этот вектор p оказывается собственным вектором вот этой матрицы pt. Правильно? Ну, если мы устремим к бесконечности, вот здесь, у нас окажется, что вот этот p, он и здесь p, и здесь p. А это, соответственно, оказывается, что он собственный вектор этой матрицы. Прям замечательно. Собственные вектора мы искать умеем. У матрицы. Или не умеем? Ладно, будем считать, что не умеем, раз у вас такое сомнение. Поэтому не будем искать собственный вектор. Пока. А перейдем в другой простой теме, которая называется цепь Маркова. Вы, кстати, ее знаете уже. Замечательно. Поэтому я напомнил определение, что такое цепь Маркова. Важно нам здесь что знать? То, что вы сказали. Матрица переходов. У нас есть матрица переходов из одного состояния в другое. Это некоторые матрицы, которые, собственно, значения, это некоторые вероятности. Логично, что они там больше или равны нулю. И важно, что у нас сумма вероятности в каждой строке равна единице. То есть мы из состояния, с вероятностью единицы куда-то все-таки переходим. Ну, логично. Иначе там какая-то странная получается матрица переходов этих вероятностей, что у нас сумма вероятности не равна единице. Мы так как-то с какой-то вероятностью никуда не переходим. Это странно. Вот. Соответственно, теперь в Марковской, собственно, цепи есть такая замечательная теорема, которая называется... Да, вот есть вообще такое определение, как эргодическое стационарное распределение. Слышали такое? Стационарное распределение в эргодической цепи Маркова. Ну, это, собственно, некоторый предел вот этих вероятностей при устремлении, собственно, числа этих переходов к бесконечности. Здесь у нас есть вот эта есть Марковская цепь. Если мы вот эти переходы устремляем к бесконечности, то у нас вот эти вероятности, собственно, у них будет некоторый предел. вопрос всегда ли этот предел будет существовать и всегда ли будет сходиться вот эти вероятности какому-то значению собственно за вас на этот вопрос отвечает следующий теорема теорема гласит следующее что сильно связанная периодической цепи маркова с некоторой матрицы перехода в п существует вот такое единственное стационарное распределение собственно которую могут улетворяя в таком условии у нас сейчас я все расскажу посмотрите есть теорема оказывайтесь мы ее не будем я просто объясняю вот есть такая теорема что сходиться будет к некоторой вероятности который будет называться статическое распределение марковской цепи но при вот таких условиях сильно связано и понятно чтобы сильно связано граф то есть нужно конечно точно вам определение скажу но фактически когда у вас довольно много этих самых ребер из каждой вершины каждой из каждой скажи скажи это полная полный граф тут необязательно с полный граф там можешь можешь писать что к сильно связаны здесь я точно не то вам не скажу факт ну что вот он он не должен быть слабо связано иначе у вас получится что из одной вершины в другую можно идти очень долго это плохо потому что фактически вас та вершина которая далеко находится ничего не узнает про эту вершину то есть влияние это вершина будет очень слабая на то и поэтому ну здесь вообще говорить что он не сойдется и на практике вас получится что ваш поджиранг сходится очень слабо понятно то есть чтобы в итоге достичь даже этого распределения вам нужно будет очень много итераций запускать это слабо связано сети если у вас сильно связано это вас все хорошо у вас сигнал фактически от каждой вершины до другой будет доходить довольно быстро то есть влияние каждого на каждого будет довольно большим если периодическое еще требование периодическое но это фактически что вы у вас в этом графе не будет такой периода самый простой то вот у вас две вершины каждый сказан связан с каждым у вас значение вероятности будет постоянно гулять вот вы сделали вероятность 10 вас это единичка выписаны гулять 0 1 1 0 0 1 1 0 и никакого схождения какому-то числу не будет это я там на пальцах объясняю там есть правильное определение периодичности как именно в графе определяется периодичность но смыслами такой что в ней не должно быть вот таких вот петель которые просто будут нам создавать периоды такие циклы циклы фактически в этом графе периодически что назначение вероятности будут просто по ним двигаться и ни к чему сходиться нибудь вот но это я хочу собственно чему говорю это не так принципиально что вы прямо понимали но важно что важно то что наш педж ранг который мы определили как предел вероятности это фактически является стационаром распределение в органической марковской цепи марковская цепь в данном случае это наш веб-граф осталось собственно чтобы у нас выполнили все условия собственно теоремы и вообще чтобы нас выполнить условия того что у нас от матрицы приходит у нас есть маленькая проблема у нас на самом деле много проблем но начнем с первой первая проблема это висячие узлы что такое висячие узлы в нашем графе вот у нас есть вершина 2 эта вершина и не содержит ссылок либо мы не знаем что она содержит ссылки почему можем не значит она содержит ссылки вот мы обкачиваем весь интернет но не весь интернет обкачиваем какой-то сайт взяли страницу распарсили ее ссылки получили еще множество ссылок множество документов вот их мы можем не скачать еще мы не можем скачать вот как бы вообще все 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 так что круг замкнулся будет большое множество ссылок про которые мы знаем что документ ссылается на некоторый документ но конечную цель мы не скачали значит мы ссылки с него не знаю это логично если вы не скачали значит вы ссылки не знаете поэтому да ну если вы можете скачать ссылок там может не быть тоже такое в принципе может быть что на документе нет ссылок поэтому висячие вершины в вашем графе присутствуют более того их количество достигает там 60 процентов может достигать вашем графе плохо в них то что получается что вот эта вот сумма вероятности равна нулю что это означает вот если сумма вероятности равна нулю что по ходу ну да в модели примерно так и будет происходить а математически что же что это означает смотрите вот это условие у нас было довольно важно вот это почему она важно тоже если это не выполняется у нас нет матрицы приходов и вообще марковской цепи мы здесь говорить не будем да и уж тем более там о том что у нас есть стационарное распределение в этой морской цепи поэтому чтобы у нас сходился он сходился к правильному значению у нас должна быть собственно правильная матрица переходов как же нам этого добиться так вы думаете как добиться отлично еще варианты не посматриваю на следующий слайд конечно он перед вами задача есть висячие вершины физически это означает действительно что вот это случайный бурждатель до интересный вариант до физически означает что пользователь пришел на ваш сайт ну на вашу страницу а ссылок там нету все тупик че ему делать за на каталог ссылку сделать то есть не на случайность на какие-то определенные хорошие варианты в принципе вы не все перебрали но сейчас о них поговорим молодец да тоже время значит смотрите первый вариант что с ними можно делать их можно удалять вот у нас есть висяча вершина как бы зачем она в графе давайте уберем пока проблема в том что когда мы убираем висячую вершину у нас образуется еще дверчащая вершина вот вот этого не было висячий теперь мы это удалили теперь это висячие вообще вообще останется без вершин да то есть у нас сплошная цепочка такая из висячих вершин выходит в интернете прям так а кто вам сказал что тоже если мы удаляем и значит это плохой разве сказал что мы удаляем и значит что это плохой нет нет мы пока удаляем чтобы у нас с поджаром сошелся ну вообще работают ничего пока не теряем не спешите первый момент вы удаляете вершину удаляйте тоже итеративно висячи вершину потому что удалили первый слой там остается второй слой они постепенно уменьшаются и там по моему достаточно примерно 5 так что их там не будет или почти не будет соответственно вы их удаляете дальше считаете поджаром на оставшемся графе а вот тебе собственно проблема что делать мы почитали для оставшихся графа а вот эти как вы выразились мы выбросили но просто так выбросить же мы их не можем что у них вообще значения нет может быть вот здесь у нас стоит супер-пупер офигенный сайт который вот ссылается на эту на этот документ и это означает что он прям очень крутой а мы его выкинули 0 2 до пускай хоть чему-то порадуется а с чего вдруг но крутой документ он же не вашу ну виноват конечно с него нет ссылок но по большому счету ну на него же ссылается крутой источник у него должен быть высокий пейдж рамка вы вот так вот обрезали эти вершины и там как бы решили облечь себе жизнь и получается все ошибка вот эти будут даже самая последняя там вершина плохая в этом графе будет лучше чем вот эти у которых вообще ничего не будет информативные так что делать всем висячим вершинам поставить что вы очень крутые ох увидели бы вы эти висячие вершины ну что такое висячие вершины фактически вашем графе это где-то на горизонте там вершина далеко не считаю вершина в которой просто не ссылки совершенно до которой мы там добрались где-то там на горизонте мы и даже не скачали скорее всего к это маргинальный на нее мало кто ходит вообще она там не нужно может быть а может быть тупый текст да вы не знаете ну вот так предполагать всем давайте поставим самое что они хорошие нет ну даже если они что-то полезное есть там про рыбалку какую-то многим неинтересно это не хотят туда ходить ну решение простое после посчитали page rank здесь мы их возвращаем возвращаем эти вершины и проводим еще столько же это раз и сколько трасс удалением провели почему столько же трасс посмотрите если мы их дальше вернем вот вот эту вернем вот эту вернем вот здесь у нас уже значение некоторое есть поджранка а вот здесь у нас еще его нет соответственно мы берем проводим трассу и вот это значение у нас переедет сюда по всем правилам поджранка переезжает сюда так мы 2 2 раза удалили вершину то проведем еще одну трассу это значение отсюда перейдет сюда таким образом мы достанем самую дальнюю вершину и и поджеранка изменится если здесь был маленький поджеранка то и этих будет соответственно маленький поджеранка если здесь был большой поджеранка то эти окажутся крутыми страницами авторитетными таким образом мы в общем-то честно там ну или почти честно установим их джеранка хорошо ну представьте себе что мы удаляли там например вот два раза да как здесь вот два раза удаляли а когда вы обвернули их проведем только одну итерацию тогда у нас поджеран доедет только до одной вершины до второй не дай вот здесь был 05 ну как поджеранка разъезжается мы смотрим у нас тут есть две вершины да как мы считали вот его поджеран значит кончай который находится здесь с вероятностью там например 05 да он может пойти в две стороны две стороны идет да поэтому не получается там 025 вот этот 025 сюда переезжает начну все поиски 025 так еще раз смотрите допустим поджеранку этой вершины я не закон допустим 05 под для простоты вот здесь вот 05 какой пожар будет вот эта вершина мы должны взять поджеранку то это вершины и умножить на 05 потому что собственно он с равной вероятностью пойдет либо по этой вершине либо по этой вершине поэтому этого получится тоже 0 025 получится сейчас а последний пока еще не получилось у этой был ноль сюда приехал ноль для того чтобы у последний что-то получилось нужно чтобы мы еще одно террасу привели из вот это тогда ее поджеранка приедет сюда да и тоже будет ну в данном случае так то в общем случае может быть на эту есть еще ссылка откуда-то с другой вершины вот отсюда там была ссылка да и там приехала еще что-то мы не знаем сколько на нее ссылаться данном случае да будет на 25 на 25 окей это первое второй вариант который в общем-то предлагать давайте будем считать что у нас все висячие вершины соединены с другими вот со всеми соединены фактически это будет означать что у нас как вы сказали правильно человек зашел в тупик и теперь начинает свой поход опять заново опять начинает попадать в произвольную точку в интернете так таким образом у нас получается такая довольно сильная самая связь вот этой висящей вершины которые ни с была связана со всеми другими вершинами правильно вот произвольно попасть это фактически это есть вероятность перехода вот это вот на эти вершины как управляет сказали может быть одинаковая то есть мы считаем что просто произвольно на все остальные вершины попадает а может быть разной как и выбрать это вы уже сами можете решать вы можете специально сказать что я хочу вот как вы сказали чтобы он с большей вероятностью переходил на какие-нибудь каталоги, поисковики, на какие-то популярные, известные ресурсы, чтобы это лучше отражало жизнь. Пользоваться с большей вероятностью изначально переходят на какие-то популярные ресурсы. Поэтому человек, который зашел в тупик, начинает свой путь фактически с каких-то более популярных ресурсов. Это вы сами решаете. Соответственно, это определяется в этом векторе. То есть вы фактически вашу матрицу переходов модернизируете, а у вас меняется. Меняется она следующим образом. Вы добавляете сюда некоторый вот такой вот член. Вот этот D — это просто 1 или 0, это висячий или невисячий вектор. А V — это, собственно, вероятность перехода в вершину G. С вершины I. Получается, вершина G. Вероятность того, что мы с висячей вершиной попадем в эту вершину. Таким образом у нас модифицируется вот эта матрица переходов. И все. И там уже в сумме в каждой строке у нас будет единица. Там уже не будет нуля у нас. Мы нашу матрицу переходов поправили. Вот эта была плохая, не матрица переходов. А вот эта стала матрицей переходов. Понятно? Замечательно. Следующий способ, который тоже предлагали. Давайте сделаем шаг назад. Если поросль пришел в тупиковую вершину, пускай он вернется назад. Что плохого в этом случае? Плохого? Да, мы циклимся. И в целом у нас получается, что если есть страница, у которой есть много ссылок на висячие узлы, а такое сделать вообще несложно. К ней постоянно будет возвращаться ее же педжеранг через висячие вершины. Да, мы туда как бы отправили свой педжеранг и потом его уже собрали со всех своих висячих вершин. Он стал еще больше. Фактически получается, что человека зацикливаем. То есть он сюда попал, и мы начинаем его постоянно здесь гонять. А это означает, что вероятность того, что человек оказался на данной вершине, она будет расти, то есть педжеранг будет большим. Несправедливо большим эта вершина. Хорошо. Следующий вариант. Давайте ее закольцую. Пускай у нас будет вот такая вот ссылка. Причем у нас формально теперь матрица переходов починится. У нас есть ссылка вот на одну вершину с вероятностью с единицей мы сюда переходим. Проблема здесь похожа. У нас педжеранг будет застревать просто в этих висячих вершинах и будет постоянно копиться. То есть вот эта педжеранг у нее никуда не будет уходить, он просто будет по этой вершине возвращаться. Плюс сюда будут приходить педжеранги с вот этих вот вершин соседних. И все, он туда будет аккумулироваться. Он просто будет там расти. Медленнее расти, быстрее расти. Другой вопрос. Но он там будет расти постоянно. Вот такие висячие вершины получились, там собирает все это, весь наш полезный педжеранг. Есть специальная работа, вот как характеризовать вот такие результаты. Куда я даже ссылку привел. Но в целом как бы это больше такая академическая работа на исследование. На практике такое не применяемо. Вот тогда такое-то оцикливание. Окей. На практике чаще всего применяется именно то, что последняя вершина соединяется со всеми. Фактически понятно, да? Теперь, значит, допустим, мы с висячими вершинами проблему решили. Что у нас еще не так? Почему у нас еще педжеранг может не сходиться? А нам нужно, собственно, чтобы он сошелся. Ну, если у нас будет, скажем, граф кольцом. Граф кольцом. Это вот про опериодичность условия. Да. Но считаем, что у нас веб, он не опери... Ну, как-то. Опериодичен, короче. Ну, все удовлетворяет. То есть веб все-таки сложная структура имеет. Да? Нет. Если просто вершины имеют ссылку сами на себя, то это еще не страшно. Потому что там будет все равно куча исходящих, и его педжеранг будет все равно уезжать. А на себя он там только чуть-чуть будет перебрасывать. Есть еще вот это условие сильной связности. Оно важное условие, потому что иначе мы просто будем довольно долго сходиться, если вообще сойдемся. Вот. Соответственно, для того, чтобы граф был сильно связанным, мы делаем такую вещь, как телепортацию. То есть фактически пользователь теперь в нашей модели, вот это случайно блуждатель, он не просто переходит с равной вероятностью по этим ссылкам, он еще с некоторой вероятностью вообще уходит с этого сайта и, собственно, переходит на какую-то другую страницу. Телепортируется. Понятно, да? То есть вот он сидел на этой странице, ему он такой решил, типа, все надоело, типа, заново начинаю. Для того, чтобы попасть в другую страницу на сайты? Не сайтов, а чтобы наш граф стал сильно связанным. Потому что вот эта вот телепортация в произвольную страницу, это фактически некоторое ребро новое в нашем графе с данной вершины на все остальные. мы фактически добавляем такое фейковое ребро, и у нас граф реально становится сильно связанным. Мы с каждой страницей теперь фактически можем попасть на любую страницу. Да? Вот эта вероятность, пускай она будет некоторая d. Вот с некоторой вероятностью d мы переходим по ссылкам, соответственно, с некоторой вероятностью 1 минус d мы уходим куда-то. И, соответственно, с вероятностью 1 минус d, умноженной на вероятность перехода на страницу g, мы, собственно, перейдем на страницу g. Понятно? Да? То есть если у нас вероятность попасть на любую другую страницу, она не одинаковая, вот она задается каким-то вектором, соответственно, у нас вероятность попасть на какую-то страницу g будет такая. На практике d выбирается где-то 0.85-0.9. Почему такое? Что будет, если мы этот d сделаем сильно большим? Сильно большим означает, что у нас человек ходит всегда по ссылкам. Никогда не телепортируется практически. Ну, там почти его от единицы. Результаты у нас будут точнее. Мы еще посчитали PageRank по реальным ссылкам. Только по реальным ссылкам. Но при этом сходимость будет крайне медленная. Как я уже сказал, почему. А у нас вот, чтобы добраться из одной точки интернета в другую, можно вот эта вот волна будет идти очень долго. Если наоборот мы d сделаем очень маленьким, что окажется, представьте себе, что этот человек теперь случайный блуждатель, теперь с маленькой вероятностью ходит по ссылкам. Он теперь только... Он теперь будет только телепортироваться. Да, он там сходиться тоже будет долго, но при этом теперь у нас получается так, как у нас фактически человек теперь в основном телепортируется, то просто сайт, который содержит большое число страниц, будет аккумулировать в себя большой PageRank. Потому что на его странице он как зонтик будет собирать вот эти все случайные телепортации. Да, просто вероятность попасть на этот сайт будет больше. Типа делайте больше страниц, как бы, и у вас, вам будет счастье. Другой вариант. Просто потому что много телепортируется. Поэтому это как бы влияет еще на качество. Не только на то, что сходимость медленно будет, еще и на качество влияет. Соответственно, получается, что выбирается примерно такое значение. Вот. И на практике как раз там сходимость нормальная и качество хорошая. Теперь, что касается самого вот этого вектора телепортации. Можно выбрать демократический вектор телепортации. Это тот случай, когда у нас вероятности перейти на другие страницы одинаково. Мы находимся на такой странице и мы говорим, что окей, вероятность того, что я попаду на любую другую страницу одинаково. Это нормально, логично, демократия. Можно выбрать аристократический. Мы можем сказать, что, как вы предложили, что вот мы на хорошие сайты всегда переходим с какой-то большей вероятностью. Можно пойти дальше и сказать, что мы переходим только на хорошие сайты. То есть у них здесь выставить единицу, там какой-нибудь тысячи хороших сайтов. А у всего остального миллиона сайтов или там миллиарда сайтов, поставить вероятность ноль. То есть мы вообще ни на них никогда не переходим, да? То есть это вот разные варианты, которые можно использовать. Понятно пока? Хорошо? Да, ну собственно у нас наша матрица переходов еще раз модернизируется. У нас теперь появляется вот эта вот вероятность D. С вероятностью D мы собственно идем по ссылкам по матрице переходов. И с вероятностью единицы минус D мы идем по вот этому вектору, ну по вот этому матрице, да? Собственно это перемножение просто вектора телепортации. Вот он вектор телепортации наш. Таким образом у нас наша матрица переходов меняется. Ну просто единично, чтобы у вас получилась вот эта матрица. Эта же матрица и эта матрица. Вот, соответственно, мы предложим. Что-то у вас смешали. С чем? Нет, ну совершенно верно. Если вы вводите репортацию, то вам как бы отдельно висячих. Да, да. Теперь какие есть способы ускорения или там модификации при расчете педжранка. Первый способ называется вот метод Гаусс из Эйделя. Он делает следующее. Когда мы считаем вот эти вот итерации, да, мы считаем pk плюс первое. В зависимости от значения pk. Мы, вот как мы их же считаем по очереди, типа для первого посчитали новые значения, для второго посчитали новые значения, и так дальше для всех, да? Вот для тех вершин, для которых мы уже новые значения посчитали, вот мы будем уже использовать это новое значение для того, чтобы посчитать те вершины, на которые оно ссылается, которые с ней связаны. Вот не просто там типа будем на каждый раз использовать все старые значения, для того, чтобы посчитать новые. А для тех вершин, для которых уже есть новые значения, мы его будем использовать. Такой вот fin получается. Таким образом у нас получается сходимость, ускоряется значительно, там вот на 40% меньше итерации нужно делать, для того, чтобы сошлось все это дело. Понятная идея? Нет? Ну смотрите, как у вас работает итеративный алгоритм. У вас есть первая трасса. Сначала все там равны, единицы, деленные на n. У всех равномерно. Мы начинаем считать на первой трассе. Для первой вершины посчитали новые значения на первой трассе, для второй вершины на первой трассе посчитали, и так далее, это все миллионы наши миллиарды считаем. Получили теперь все, новые значения. Теперь считаем следующую итерацию. Берем эти значения и считаем следующие новые значения. Так вот, представьте себе, что вы уже для половины вершин посчитали новые значения. Зачем вам брать старые значения, когда у вас уже есть новые значения? Вы же все равно на следующей итерации возьмете новые значения. Таким образом, вы сразу можете брать уже новые значения пожранка, и фактически за одну итерацию уже проворачивать две итерации для каких-то вершин. Для каких-то вы фактически одну итерацию прошли, за каких-то две. Я смотрю передние вершины для нас, чтобы быть ее посчитать. Да, мы уже берем посчитанную пожранку, используем уже новую. Да, все просто, в принципе. Соответственно, получается, что у нас на 40% меньше. Сложность в том, что в параллельных вычислениях его применять тяжело, потому что у вас там независимо считаются эти пожиранки, и то, что вы обновили где-то, вам теперь нужно разнести на все вершины, которые с ней связаны, да, а это могут делать какие-то параллельные процессы. Поэтому, соответственно, в параллельных вычислениях это чисто инфраструктурно тяжело добиться. У нас получается, мы все новые значения должны постоянно переносить, сообщать другим вершинам. Следующий способ — это метод экстраполяции. Работает это следующим образом. Если у нас значение пожиранка сходится к какому-то значению, давайте мы сделаем несколько итераций, 3-4 итерации, и посмотрим, к какому значению оно сходится. Экстраполируем просто. И возьмем в качестве, вот сделали 4 итерации, экстраполировали, экстраполировали. И возьмем в качестве первоначальных данных, исходных данных для следующей итерации, вот это экстраполированное значение. То есть мы как бы математически его просто попытались, да, чтобы оно сошлось быстрее как бы. Вот. Прикольный способ. Соответственно, уменьшает число итераций на 30%. То есть вот такая постоянная экстраполяция, там, аппоксимация через несколько итераций. Прикольный способ, да? Хорошо. Следующий способ называется адаптивный метод. Проблема в том, что, ну или вообще так получается, что некоторые вероятности для некоторых вершин в графе сходятся значительно быстрее, чем для других. Просто потому что так граф устроен, да? Есть где-то такие ссылочные фермы целые, где у нас там много сайтов, между ними много ссылок. И там, например, педжиранка сходится не очень быстро. А есть вершины, на которых все понятно. Там у них педжиранка каждую итерацию меняется слабо. А раз он меняется слабо, зачем его пересчитывать? Да, возникает логичный вопрос. Зачем нам пересчитывать, если у нас слабо меняется? И это может нам, в общем-то, довольно существенно снизить расчеты, потому что, ну, мы не считать будем ездить граф, а только какую-то его часть. Вот если у нас педжиранк между двумя итерациями изменился слабо для какой-то вершины, то мы все, ее фиксируем, этот педжиранк, и больше его не считаем, не обновляем. Чем больше у нас вершин сошлось, тем меньше нам нужно проводить расчетов. И это хорошо. Тут получается, что, видите, ускорение расчетов на 20% получаем. Отлично. Далее. Есть такая вещь, как метод большей структуры. В чем он заключается? Пусть у вас будет некоторый ID-шник в вашей странице, состоит из двух частей. ID сайта и ID страницы внутри сайта. Вот если мы расположим такие ID-шники, отсортируем просто, отсортируем, и посмотрим ссылки на какой-то диаграмме между этими страницами. Вот здесь, смотрите, отсортированные ID-шники документов. Там по одной оси документ, по другой оси документ, а если черное пятно, значит, что есть ссылка между ними. Показывается, что у нас выглядят вот эти вот ссылки, ну вообще этот график будет вот таким образом. Что здесь странного? Ничего странного? Что здесь интересного? Квадраты. Они не кругом, да, они вот здесь по диагонали. Что значат вот эти квадратики? Вот этот, вот этот там. Такие затемненные области. А что физически эти сегменты означают? Совершенно верно, это один сайт. Видите, мы ID-шники сделали так, что у нас сначала идет название сайта, фактически, ID-шник сайта, потом уже ID-шник страницы внутри сайта. Поэтому вот здесь вот все, это все страницы одного сайта. И получается, что количество ссылок внутри одного сайта, это вот сильно темно, да, значительно больше, чем количество ссылок с этого сайта на какие-то другие страницы, на какие-то другие сайты. Понятно еще раз, как это образуется, картинка? То есть просто, это абсолютно просто мы взяли и нарисовали ссылки между страницами. Вот там с этой страницы X на страницу Y. Вот она там, допустим, есть ссылка или нет. Белое пятно, естественно, нет ссылки. Черное есть ссылка. Чем больше черных, тем больше ссылок, соответственно, получается. Соответственно, получили, в общем, то, что следовало ждать, количество внутренних ссылок значительно больше на сайте, чем количество внешних ссылок. В общем случае, если смотреть на вид.ком, на все сайты, у нас получается, что вот такая картина. Здесь серенькое такое, мало ссылок внешних, и по диагонали, тут квадратики значительно меньше, конечно, они там маленькие, но это маленькие квадратики, фактически, много сайтов. Вот такая черная диагональ. То есть количество внутренних ссылок, они все вот здесь лежат, внутри сайтов, а это все основная область внешних ссылок. Был эксперимент для двух сайтов Stanford Education и Berkeley. Они посмотрели, вот как раз сделали такую диаграмму, ссылки внутри сайтов и друг на друга. Вот это вот, соответственно, внутри одного сайта Stanford, это внутри Berkeley, а это между ними. Вот они. И здесь явно видна вот эта блочная структура, блочная структура ссылок. Вот эту вещь можно использовать. Каким образом можно использовать эту блочную структуру сайтов? Ну да, собственно, более 90% ссылок являются внутренними. Значит, смотрите. Для того, чтобы посчитать педжеранг, используя вот эту блочную структуру, мы делаем следующую вещь. Мы строим граф именно сайтов. Не страниц, а сайтов. И считаем педжеранг именно для сайтов. Понятно? Вот просто для всего сайта. Не сайта. Для сайтов. Ну, для всех сайтов, но именно по сайтовой. Не по каждой странице этого сайта свой педжеранг, а именно педжеранг сайта. Как построить такой граф сайтов? Вот у вас есть там много страниц этого сайта, с каждой из которых есть ссылки. Вы будете считать, что если с какой-то страницы этого сайта есть ссылка, значит, есть ссылка с этого сайта. То есть граф, в общем, довольно легко делается. Просто все странички с одного сайта схлопываются в одну вершину. Граф становится значительно меньше, число ребер там не меняется. Ну, разве что ребра тоже схлопываются в одно ребро, могут схлопнуться. Если с разной страницы, у вас ссылка на одну страницу. Окей. Граф получается меньше, для него можно посчитать педж ранг точно так же. Считаем для него педж ранг. Что делаем дальше? Дальше для каждого сайта считаем педж ранг внутренний. Внутри этого сайта. По внутренним ссылкам. Для каждого сайта считаем внутренний педж ранг. И у нас получается теперь для каждого числа, для каждого страницы у нас есть два числа. Первое число, это собственно локальный педж ранг внутри данного сайта. А второе число, это педж ранг сайта. Фактически внутри, вообще относительно других сайтов. Понята идея? То есть мы как бы разделили, отделили внешние ссылки от внутренних. Сначала посчитали педж ранг по внутренним ссылкам и отдельно посчитали педж ранг по внешним ссылкам сайтов. И потом их перемножили. И вот этот вектор, вот это число, естественно, это получился нечестный педж ранг. Это какое-то такое странное приближение. Но вот это вот значение педж ранга, которое мы получили, мы уже можем использовать как начальный педж ранг для уже классического педж ранга. То есть посчитали по небольшому графу по сайтовому педж ранг. Это быстро. Ее считается прямо в памяти. Их там значительно меньше, чем в обычном. Почитали для каждого сайта педж ранг. Перемножили. И вот вам, пожалуйста, уже половина работы вы проделали. Вы уже получили довольно такое хорошее приближение к своему истинному педж рангу. А дальше, соответственно, сделали сколько-то итераций. Вот видите, на 50% сокращает число итераций. И, собственно, получили ваше значение. Вот этот локальный педж ранг, он считается внутри сайта. Его можно считать в памяти. То есть, как правило, весь граф с одного сайта может влезть в память. В отличие от всего миллиарда страниц, которые в память не влезают. Вот, соответственно, это можно сделать. Да, кроме того, собственно, его можно и распараллеливать. Да, если не хватает, можно распараллеливать. Для этого самого... Для графа страниц, как я уже сказал, он тоже маленький, там тоже сходится все быстро. Поэтому маленькие все эти педж ранг считаются быстро. В этом, собственно, профит получается. Вместо того, чтобы делать 50%... Вот вторую половину вот этого вот итерации итерации для большого педж ранга, мы считаем быстренько вот эти вот вещи и фактически экономим себе вот эти вот 50% итерации. Понятная идея? Хорошо. Отдельно можно использовать вот этот педж ранг, который мы вычислили для сайта. Так называемый вот этот сайт ранг. Для чего он может быть полезен? Вот он сам по себе, сам по себе, вот это число, которое описывает, насколько в ссылочном графе данный сайт хорош. И у этого факт можно использовать франжирование. Это число можно использовать франжирование. Дело в том, что сам по себе педж ранг обладает таким свойством неприятным, что для новых страниц, даже на хороших сайтах, педж ранг будет низким. Просто потому, что есть еще мало страниц, на которые поставили ссылку на данную страницу. Пройдет 10 лет, возможно, там куча уже страниц появится, на которых будут ссылки на эту страницу. А пока там нету этих ссылок. Поэтому получается, что у нас классический педж ранг дает, ну не то, что бонус дает, а получается он лучше для старых страниц и совсем плохой для новых страниц. А в общем случае это, естественно, неправда. У вас новостные какие-то страницы есть. Соответственно, сайт ранг еще устойчив к поисковому спаму, соответственно. Так, когда я говорил, что P матрица переходов это у нас собственный вектор матрицы, я говорил, что это можно посчитать численно. В чем проблема считать численно? Почему нельзя численно посчитать? Вот мы здесь говорили, что как-то надо считать его. Почему просто собственно вектор матрицы не посчитать? Ну потому что тяжело посчитать для миллиарда, для большого графа, стоящего из миллиарда страниц. Вы просто... Ну конечно, да. У вас, кстати, матрицы переходов. Это огромные матрицы, которые численно посчитать довольно тяжело. Ну окей, да. Поэтому, собственно, в этом проблема. Поэтому будем использовать парализацию. Можно выделять сильно связанные компоненты. в этом самом... И считать педжеранг на каждом компоненте, похожий на блочную структуру. И еще отдельно будем считать в лекции по ходу, расскажу вам, как считать с помощью MapReduce. Педжеранг. Есть еще всякие разные... Да, собственно... Если у вас граф не меняется, вот у вас количество ссылок, по идее, меняться в интернете не сильно меняется количество ссылок. То есть ваш граф меняется не сильно. Поэтому пересчитывать его там, не знаю, каждый день, вроде как глупо. Весь граф пересчитывать каждый день. Давайте считать только та часть, которая поменялась. Вот поменялась у вас какая-то небольшая часть графа, ее и пересчитаем. Как это сделать? Мы берем только те вершины графа, которые поменялись, и те, которые имеют ссылки на эти вершины, которые поменялись, и только для них будем считать. А потом, собственно, уже добавим оставшуюся вершину и восстановим. Есть много статей про то, как это делается. На практике используется плохо, потому что на самом деле довольно много ссылок меняются. Не каждый день, конечно, но в целом мы, по-моему, раз в месяц пересчитываем его. Но количество ссылок, которые изменились, они затрагивают таким образом 25% вершин, которые нужно ставить. И фактически у вас без разницы, что считать по 10 миллиардов, что считать по 2,5 миллиарда. Вам все равно принципиально алгоритм вы не измените. Чуть-чуть быстрее будет, но принципиально отличия нет. Есть еще такой педжеранг, который называется тематический. Тематический педжеранг работает, устроен следующим образом. Вы в векторе телепортации просто указываете, что вы хотите, чтобы человек переходил сюда на сайты, на тематики. И фактически вы будете смотреть, как вот этот человек, который приходится только на эти сайты, как он достигает других сайтов. То есть насколько вот эта тематика, вот ваша тематика, насколько другие сайты соответствуют данной тематике. Понятная идея? Вот, есть персонализированный педжеранг. Если мы умеем считать тематический педжеранг, мы можем посчитать его для N категорий сайтов, а потом, зная, какие категории человек любит, вот конкретный человек, какие категории сайтов он любит, имея некоторый вот такой вот вектор К интересов пользователя, мы можем, собственно, перемножить педжеранг по каждой тематике и получить такой персонализированный педжеранг для конкретного человека, собственно, от конкретного сайта. Довольно тоже прикольная тема. Так, ну, собственно, тут я могу еще про трансранг рассказать, такой педжеранг, который фактически учитывает хорошие страницы. Мы изначально делим все страницы на хорошие и плохие, ну, как-то асессовыми размещаем или еще как-то, и как раз потом считаем, каким образом вот это хорошее распространяется на другие страницы. Очень похожий на тематический педжеранг, только здесь уже не какую тематику используем, а вот некоторые такое качество сайта, что он хороший, да. Вот как вот этот трастранг распространяется. Здесь есть разные способы, как, собственно, выбрать эти хорошие страницы там по поисковикам, по каталогам. У всех есть некоторые недостатки. Прикольный способ выбирать по обратному педжерангу.